сумма теология часть 1 вопрос 2 о существовании бога статья 1 является ли бог самоочевидным или нет возражения на основании которых кажется что бог самоочевиден один говорят что самоочевидны те вещи знания которых естественно для нас например первые принципы знание о том что бог существует внушено каждому от природы поэтому бог самоочевиден 2 в говорят что самоочевидны те вещи которые при произнесении их названия сразу же идентифицируются это объясняется первыми принципами демонстрации например как только известно что такое целое и что такое часть сразу же становится ясно что целое больше своей части поэтому как только человек понимает что подразумевается под именем бог он сразу же делает вывод что бог существует если под этим именем подразумевается самое необъятное что можно понять то то что дано в реальности и в понимании более необитно чем то что дано только в понимании поскольку то что подразумевается под этим именем бог сразу же понимается как находящиеся в понимании следует заключить что она также находится в реальности поэтому бог самоочевиден 3 то что истина существует самоочевидно, поскольку тот, кто отрицает существование истины, говорит, что истина существует, ведь если истина не существует, то верно, что истина не существует. Но чтобы что-то было истинным, истина должна существовать. Бог – это сама истина. Иоанна 14, 6. Я есм путь, истина и жизнь. Поэтому то, что Бог существует, самоочевидно. Против этого никто не может думать, противоположное тому, что самоочевидно. Однако можно думать, противоположное тому, что Бог существует, согласно Псалму 52, 1. Глупец говорит в сердце своем, Бога нет. Поэтому то, что Бог существует, не является самоочевидным. Отвечаю, доказательство чего-либо может быть в двух вариантах. Один – сам по себе, но не для нас, другой – сам по себе и для нас. Таким образом, пропозиция является самоочевидной, если предикат включен в понятие субъекта, как например, «человек есть животное», поскольку предикат «животное» включен в понятие человека. Таким образом, если бы все знали, из чего состоит предикат и из чего состоит субъект, пропозиция была бы самоочевидной для всех. Так происходит с первыми принципами демонстрации, поскольку их термины, такие как «быть» и «небытие», с части тому подобные, настолько распространены, что никто не знает о них. Напротив, если некоторые не знают, в чем состоит предикат и в чем состоит субъект, предложение будет самоочевидным, но оно не будет таковым для тех, кто не знает, в чем состоит предикат и в чем состоит субъект предложения. Так и получается, как говорит боецей, что есть общее для всех и самоочевидные понятия духа, которые понимают только ученые, например, бесплотное не занимает никакого места. Поэтому я говорю, предложение «Бог существует», рассматриваемое само по себе, является самоочевидным, поскольку в нем субъект и предикат совпадают, ибо Бог есть само его существо, поскольку мы не знаем, в чем состоит Бог, оно не является для нас самоочевидным, но мы должны продемонстрировать его через то, что более очевидно для нас и менее очевидно по своей природе, то есть через следствие. К возражениям. Один знать в общих чертах и не без смущения, что Бог существует, накладывает отпечаток на нашу природу в том смысле, что Бог — это счастье человека, поскольку человек по природе своей хочет быть счастливым, он по природе своей знает то, чего по природе своей желает. Но это нельзя назвать знанием того, что Бог существует, как, например, знание того, что кто-то придет, не является знанием того, что придет Петр, даже если придет именно Петр. На самом деле, многие считают, что совершенное благо человека, которое есть блаженство, заключается в богатстве, другие помещают его в удовольствие, третье — во всем остальном. Два. А, вероятно, тот, кто слышит слово «бог», не понимает, что под ним подразумевается самая огромная вещь, которую только можно придумать, ведь некоторые действительно верили, что Бог — это тело. Однако, даже если предположить, что кто-то понимает смысл того, что говорится словом «бог», из этого не следует, что он понимает, что то, что подразумевается под этим именем, дано в реальности, а только в понимании интеллекта. Нельзя также вывести, что оно существует в реальности, если только не предположить, что в реальности существует нечто такое, что не может быть придумано нечто большее, чем оно. И с этим не согласны те, кто утверждает, что Бога нет. Три. То, что истина вообще существует, является самоочевидным, но то, что абсолютная истина существует, не является для нас самоочевидным. А как вы думаете, Бог самоочевиден или нет? Для просмотра других исторических видео посетите мой канал в описании видео. Следующее видео, статья 2, доказываемо или нет существование Бога.